Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народное Славянское радио Теперь мы переходим к вопросам, которые пришли из чата Народное Славянское радио и из канала нашего на ютубе Первый вопрос от Олега из Иркутска Здравия, Ари Рады Существуют ли антибиотики на основе растений, которые применяют в том числе и при онкологии? И какая степень эффективности солевых повязок при раковых заболеваниях? Итак, первое – это антибиотики на основе растений, которые при онкологии применяются Второе – про солевые повязки Вот что ты скажешь про антибиотики именно Не просто травки, которые растут везде где-то А те, которые убивают всё живое Первый антибиотик был выведен на основе пенициллина и имел грибовую структуру То есть это грибок, который уничтожает всё живое, кроме самого себя Вот, возможно, такие препараты есть, но они, я уверен, не являются биологически чистыми То есть в любом случае это химия Вот, усиленные какими-то действиями То есть, вероятно, берутся какие-то там гены Что-то там делается из этого, выращивается этот антибиотик Скорее всего так Вероятно, есть, но использовать антибиотики я не использую Своим пациентам тоже не рекомендую Потому что всё-таки это такая штука, которая убивает всё живое Обычно это бактерии То есть вы убиваете одни бактерии, подселяя в свой организм ещё более грозные бактерии И потом нужно вот эти бактерии, которые подселили, тоже как-то с ними обычно всегда справляться Что касается второго вопроса Какая степень эффективности солевых повязок Но степень эффективности на каждом пациенте разная Вообще достаточно эффективная, но помогает не всем Смысл солевых повязки в том, что она иссушивает опухоль Она вытягивает из этой области, куда её прикладывают всю, скажем так, влагу, жидкую среду И вот опухоль потихонечку так вот съёживается, плотнее, твердеет и потом уходит Кому как У кого скорость обменных процессов нормальная У кого лимфа жидкая, движется нормально, тем хорошо У кого лимфа застойная, у тех будет действовать плохо Поэтому в любом случае, опять же, в принципе, я эту мысль стараюсь проводить белой нитью через все наши эфиры Что нет стандартных схем лечения Нет, есть индивидуальное состояние организма каждого человека, каждого пациента И нужно, когда лечишь какую-то болячку, всегда обращать на индивидуальные особенности человека Потому что у кого-то кровь лучше, у кого-то хуже, у кого-то лимфа, там, гель, у кого-то лимфа жидкая и так далее То есть, если одну и ту же схему лечения применять для разных пациентов То в какой-то части, естественно, вы будете добиваться успеха, а в какой-то просто слепо будете калечить людей Потому что нужно иначе с ними работать Хотя вроде бы то же самое заболевание Такой же возраст, такие же проявления, а лечить нужно по-другому И вот когда понимание этого дойдет, тогда и состояние медицины у нас изменится Я думаю, можно дальше Идем дальше Миколаевич из Тераховки Вопрос в эфир Здравия, Алирата Сорвал поясницу на железных нарах Теперь, лежа перед сном, подтягиваясь, происходит ее хруст Как восстановить? Вопрос не совсем по теме, но хочешь ты чай, хочешь ты чай Да почему? Конечно, ответим добрым человеком Хруст позвоночника наверняка из-за того, что происходит блокировка каких-то сегментов позвоночника В этом случае происходит из-за недостатка кровоснабжения То есть, необходимо усилить кровоснабжение позвоночника Но не само кровоснабжение Позвоночник не кровоснабжается Он кровоснабжается диффузионно То есть, вокруг него это жидкостная среда, а тут он подпитывается Если подпитки становятся меньше, начинает сохнуть Начинает появляться компрессия Меньше и так далее Протрузии и тому подобное В общем, поставь пчелок себе на позвоночник Поделай банки Поделай какой-то ударно-динамический массаж На те сегменты позвоночника, которые есть Поработай над своей диетой Не ешь на ночь И тогда, возможно, состояние позвоночника улучшится Вот Послушай эфиры нашего народного славянского радио Почитай, у меня на сайте там много информации И думаю, что поймешь, как можно тебе подлечиться Вот так, наверное Хорошо Дальше Данила задает вопрос Здравия, соведущий, Мария Рата Какова эффективность в процентах или же в абсолютных значениях статистики выздоровевших Применения полифитоконцентратора АДБ-3 и АКСРАТОФЕНИХ-4 На практике Благодарю Но Как правильно ответить на этот вопрос В принципе, я на него, наверное, уже отвечал Своебразно В общем, те пациенты, которые выполняют мои рекомендации Причем в строгости Причем именно тогда, когда я это говорю Они все выздоравливают Те же пациенты, которые начинают думать своей головой Вот здесь играем, здесь не играем Здесь рыба лежала Вот это я хочу, это не хочу, это мне не нравится Здесь больно, здесь мне неприятно Вот С такими я, во-первых, прекращаю взаимодействие Как только я вижу, что человек не выполняет мои рекомендации Он не слушает меня Он считает, что он лучше для себя знает Тогда Ну, раз лучше он для себя знает Значит, он идет лечиться самостоятельно И за судьбой таких пациентов я в дальнейшем уже не слежу Если он сам о себе не напоминает Вот Среди них Среди них Те, кто уходит в самостоятельное плавание Статистика выздоравливающих мне неизвестна Кого-то я встречаю Кого-то там какая-то информация мне доходит Что все-таки скончался человек Поэтому здесь статистику я не веду А процент выздоровления среди моих пациентов Вот Ну, те, которые все выполняют И это, в принципе, будем так говорить 99,9 прогрессии Слава Богу, опять же Дальше, Миколаевич, из страховки Вопрос эфира Душевно больные неизлечимы? Где находится душа, по-вашему? Душа? Ну, вы знаете, на эту тему можно долго рассуждать Например, когда у человека изымается нижняя челюсть То человек умирает мгновенно почему-то Хотя физиологических объяснений причины нет Но, тем не менее, как только у человека отняли нижнюю челюсть Он тут же мгновенно погибает Там никаких жизненных важных органов нет Сосудов там таких, от которых умереть можно было тоже нет А так же вот такое происходит И некоторые вследствие этого вообще говорят Вот душа у нас находится там в нижней челюсти Карлос Кастанеда и тому подобное говорили, что душа и тому подобное Вообще находится у нас где-то за пределами нашего тела Другие говорят там в голове Отвечают там, говорят, что в области солнечного сплетения и так далее Но неизвестно, где находится душа Вот, хотя на своем примере я могу сказать следующее Я как-то умирал, мне 14 лет было В общем, и я умирал У меня случился аппендицит с перитонитом То есть перитонит, воспаление, заражение глюшин Туда эти вот гнойные массы, кровь из лопнувшего аппендицита потекла То есть в животе творилось уже всякое И я попал на операционный стол Мне вскрыли живот весь там в трех местах Вытащили весь мой кишечник Начали там что-то чистить, промывать Ну, помню, значит, перед операцией то, что Меня положили на стол и сделали укол Наркоз, говорят, считай, я считаю, считаю Мне кажется, там немножко, 3-4 просчитал и заснул А потом было такое ощущение посередине операции Что я проснулся Проснулся внутри себя, но тело как бы не мое Оно такое ватное, все непонятное И я был в ужасе То есть делают операцию врачи, а я проснулся Значит, наркоз плохо действует Значит, нужно как-то им подать знать, что я проснулся Что там делаете А тело ощущается как не свое Как будто оно такое, знаешь, вот как ватное, что ли И я хочу подать им знак там Думаю, сейчас открою глаза или хотел мизинцем пошевелить Ничего подобного Вот как будто находишься за рулем машины, которая вот не едет, что бы ты ни делал Вот такое вот ощущение в прямом смысле Что ты в какой-то машине, которая не едет И вот вопрос о том, где живет душа Ну, душа, наверное, заключена вплоть А место и локализация Это уже в зависимости от размеров, наверное, души Если у кого-то размеры души превышают размеры физического тела То, возможно, и тело находится в душе, а не душа в теле Поэтому у всех по-разному Что касается второго Что там, продолжение вопроса Там еще про душу, а потом еще что-то он спросил Ну, где находится душа и душевно больные неизлечимы? А, душевно больные, собственно говоря, неизлечимы Но это, опять же, мое субъективное мнение По крайней мере, в моей практике такое было А с ними сложно работать, с душевно больными И некоторые целители считают, что душевно больные являются противопоказанием Для применения методов народной медицины Хотя есть методы народной медицины Которые напрямую направлены на лечение онкобольных Это так называемая розготерапия Я знаю, есть такой метод душевно больных Там в деревнях, в аулах Их привязывают к дереву И кнутом или розгами их так вот шлепают Шлепают до тех пор, пока у него сознание не прояснится И когда уже не погнул Аккуратно, конечно, так, чтобы не убить, не травмировать Но так вот методично И человек приходит на самом деле в себя Это вот такой вот есть способ Потом на моей практике был такой случай Когда активно воздействовали на печень И улучшилось состояние пациента с синдромом Дауна Он как-то так начал активнее, получше соображать А непосредственно в моей практике было такое Что при уменьшении вирусного отягощения в организме Человек, который имел голоса в голове Чертик с ним разговаривал одним словом Он лишился этих голосов Чертик с ним разговаривать перестал И, собственно говоря, он вернулся к нормальной социальной деятельности Социальной активности Хотя до этого он потерял все социально значимые контакты Перестал общаться с друзьями Был неадекватен, образно говоря И после лечения метода народной медицины И, кстати, вот уже радуга там к ним применялась Он вернулся к социальной, скажем так, активной жизни Голоса у него исчезли Вот Итак, чем я объясняю? Объясняю для себя это тем, что Скорее всего, ну, в принципе, медицина тоже об этом знает Что любое психическое отклонение Оно, на мой взгляд, имеет под собой еще основу Это органическое поражение какими-то инфекциями нервной системы Вегетативное, ну, скорее всего, центральное нервное Органическое поражение центральной нервной системы И потом уже начинается дисфункциональное состояние головного мозга Так вот, если мы само вот это поражение снимаем Убираем бактериальные или вирусные отягощения из организма Вот А за счет использования перекиси водорода Мы можем убирать вирусы герпесной группы Из организма, которые Особенность их в том, что они обитают в клетках глии Это оболочка нервных окончаний Которая не контактирует на паре и с кровью Так вот, перекись водорода туда все-таки добирается И убирает их оттуда Вот И убирая отягощения, человек начинает прозревать Ну и плюс нужно понимать, что Даже наличие червей в организме Может вызывать различные изменения психического состояния Психическо-эмоционального состояния Потому что червей в период своей жизнедеятельности Тоже вырабатывает отравляющие вещества То есть продукты их жизнедеятельности Являются отравляющими веществами для нашего организма Они попадают в кровяное русло И стоком крови попадают в мозг И для нашего мозга они могут являться Такими наркотическими веществами Оказывает Возникает определенный химический процесс И человек может вести себя несколько неадекватно Например, человек зараженный таксоплазмозом Таксоплазм – это простейший такой микроорганизм Человек становится абсолютно безрассудным То есть начинает совершать такие подвиги в кавычках непонятные И ярко выраженное стремление к смерти у него наблюдается Поэтому я считаю, что психические расстройства – это момент отягощения организма И если это отягощение снимается, то вполне возможно будет выздоровление Кстати, есть такой интересный прецедент Но вот насколько мне известно В аналогх Соединенных Штатах у них есть единственный случай Когда они официально признали В общем, случай одержимости То есть человек был одержим каким-то там духом и так далее Они это признали официально Не хочу останавливаться на этом случае Мне интересно лишь то, что Когда делали забор крови у этого человека То в составе крови выявился Неизвестный современный медицинный вирус И большое количество электролита То есть электролиты в крови повышают электропроводимость Это металлы Большое количество металлов в крови И неизвестные этимологии вируса Это вот раз Плюс другие же вирусологи По-своему, параллельно Они пришли к заключению о том, что Любые вот эти вот бактерии Колония бактерий внутри нашего организма Колония вирусов Они обладают внутри нас собственным сознанием И вот это вот их сознание, накладываясь на наше Может на нас влиять и подавлять даже наше сознание Поэтому вот случай, скажем так Такого вот умопомешательства Он, возможно, и излечим Поэтому надежду, по крайней мере, я никогда не теряю Если ко мне обращаются с подобными ситуациями Я всегда стараюсь людям помогать Понятно, понятно Всегда на готове розги Хорошо Идём дальше Вопрос от Олега из Иркутска При каких степенях онкологии Применяют корень лопуха, экстракт полыни, иван-чай И другие средства из природной аптечки? Благодарю Благодарю, Олег, за вопрос Корень лопуха обычно применяют для того, чтобы кисты удалять Вот Ну, по крайней мере, мне он так больше известен Как средство, которое хорошо удаляет кисты Потом экстракт полыни Ну, это такое противовирусное средство Причём нужно понимать, что полынь бывает разная Смотря на какую полынь вы имеете в виду Вот Полынь, её, в принципе, можно применять как противовирусное средство При любых онкологических процессах И на любых стадиях, без разницы Иван-чай Иван-чай, ну, это стимулятор иммунитета И содержащий большое количество женских гормонов, трава, фитоэстрогенов Фитоэстрогены улучшают работу иммунной системы Усиливают иммунитет человека И прежде всего мужчинам То есть если необходимо поднять выживаемость мужчины То необходимо напичкать его фитоэстрогенами Сделать его таким, скажем так, ближе к женщине И тогда он будет жить дольше Кстати, такой забавный факт Что при получении равнозначных травм Мужчины и женщины Женщина выживет мужчинами В одном смысле таких серьёзных Когда мужчина может умереть То женщина при этих обстоятельствах выживает Поэтому вот за счёт эстрогена И поэтому при онкопроцессах Используют Иван-чай Для того, чтобы добавить фитоэстрогенов Ну, видимо, с древности было замечено Вот Ну и другие средства народной аптечки Средства народной аптечки настолько обширны Что их количество переваривает за сотни Нам времени не хватит, чтобы о них о всех разговаривать У нас есть несколько эфиров Которые мы посвящали фитотерапии Там, наверное, можно найти ответ На интересующий вас вопрос Алексей Хорошо, следующий вопрос Прислал к нам псих Он пишет Для психа Повторите, пожалуйста, состав Радуга-3 и экстрад Феникса-4 И зачем они нужны, если идёт оздоровление Разъясните, пожалуйста, фразу При оздоровлении онкозаболеваний Из названия анонса Это просто описка Или я что-то не понимаю Но я понял суть вопроса Что мы, онкологию хотим оздоровить Или всё-таки человека избавить от онкологии? Ну, оздоровление при онкозаболеваниях При онкозаболеваниях Оздоравливает всегда человека Ну, это только Мне кажется, всё-таки У меня достаточно такой Изощрённый ум Можно предположить, что оздоравливает онкозаболевания Он же представился псих Ну, всё нормально Теперь переходим к началу То есть на тот вопрос ответили Теперь к началу Повторите, пожалуйста, состав Радуга-3 и Феникс-4 Полынь, чага, дуг, берёза, сабельника, дуванчик, гранат Вот этот состав Радуга-3 А Феникс – это полностью корень солодки Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы усиливать обменные процессы Усиливать, стимулировать деятельность иммунной системы Подавлять воспалительные процессы Воздействовать непосредственно на сам онкопроцесс Вот это зачем они нужны Если идёт оздоровление Ну, вот, собственно говоря, они и двигают оздоровление организма Вот эти вот все травы в совокупности И идут организм к оздоровлению То есть псих – это готовый концентрат Их необходимо в нужной пропорции развести В дистиллированной воде И добавить туда что-либо Например, вот ты упоминал перекись, да? А соду можно добавлять? Можно, можно Причём с содой Действие самих трав, действие самой радуги Будет несколько более эффективным Почему? Потому что перекись водорода Она всё-таки травы немножко окисляет То есть она снижает их эффективность Перекись водорода Но за счёт того, что сама перекись очень активна И имеет тоже своё огромное такое терапевтическое значение То в совокупности с ней И в совокупности с рактом в корне солодки Это действует всё очень мощно Но если говорить именно о силе воздействия трав То они, именно травы, эффективнее действуют с содой Потому что сода их не окисляет Вот Но при этом Тут уже есть такая собственная наработка Это, можно сказать, даже некоторым секретом профессии Но поскольку слушатель народного славянского радио у нас в приоритете Скажем так Я всегда делюсь всеми своими Ну не моими, а, скажем так, народными, наверное, секретами Так вот Сода, она тоже замечательная штука Но, допустим, полынь Это всё-таки в некотором понимании токсичная трава А полынь, она обладает Вернее, сода обладает свойствами подавления и нейтрализации токсичных веществ Поэтому вот именно полынь с содой Она будет малоэффективной Потому что сода всё-таки будет Как-то немножко делать так Что яды, содержащиеся в полыне Они не будут иметь такого действия И вообще параллельно Если вы хотите эффективно применять какие-то токсичные травы То применяйте их в отрыве от соды Потому что сода будет вам мешать Ну, вот так, наверное, могу ответить Хотя вопрос, мне кажется, неким таким слегка провокационным Ну, не знаю, наверное, специально такой человек И назвался так И вопрос такой Можно дальше Это наш завсегдатый Завсегдатый, да Да, и он задаёт уточняющие вопросы Так что всё нормально, хорошо Вопрос эфира от Данила Арират, а есть ли противопоказания в применении полифитоконцентрата Радуга-3 И экстракта Феникс-4 при онкозаболеваниях? Ну, как таковых общих противопоказаний Можно так сказать, что и нет Единственное, что Единственное, что Есть такое понятие, как целесообразность их применения на определённых стадиях онкозаболевания То есть если у человека уже перестала работать печень То есть пошёл асцит Там пошли какие-то уже непоправимые процессы функциональных способностей органов То в этом случае уже нет смысла не то, что Радугу применять Но и проводить какие-то терапевтические воздействия, вероятно, на физическом уровне Может быть, как-то там на нефизическом уровне воздействия информационные, энергетические Можно ещё лечить Но, допустим, если у человека уже остановилась печень Начал живот надуваться, ноги надуваться Из-за того, что почки остановились То применение, допустим, Радуги уже может только человеку навредить Но навредить не из-за того, что сама Радуга такая вредная Просто организм его уже не способен ни бороться, ни выполнять все свои естественные функции И такому человеку не то, что Радуга, такому человеку даже обычная еда, если он начнёт есть Она ему повредит, потому что она будет лежать в кишечнике, отравлять его в организм И не перевариваться, не усваиваться А если он наестся грибов, такой человек, так и вообще может Богу душу отдать Поэтому вот с этой точки зрения можно сказать Что касается обычных фраз, типа Сердечно-сосудистой недостаточности нельзя, ещё при чём-то То я вам скажу, что мне приходилось применять растворы перекиси водорода Со своими травмами пациента, у которого стоит шунт и несколько стендов на сердце Ему делали операцию И, собственно говоря, когда он пришёл, обратился к тому, что говорит Я хочу провести операцию, вернее, операцию Хочу прокапать себе перекись водорода и так далее Я, конечно, сначала был очень осторожный В общем, так осторожно подходил к этому ко всему Но долго думал и предполагая, всё-таки всё это взвешиваю И понял, как можно это всё правильно сделать И успешно мы с ним не то, что один раз прокапали, а провели целый курс Вот, это я к чему говорю К тому, что если правильно, грамотно использовать радую То противопоказаний фактически как таковых против неё нет Есть просто ситуации, когда применение её нецелесообразно Вследствие общего ухудшения состояния организма человека Нужно уметь правильно ей пользоваться Почему нет противопоказаний? Потому что, ну, во-первых, очень гибко варьируется дозировка И там, где большая доза, допустим, может вызвать какие-то негативные последствия Можно применять малую дозу И можно применять её практически безболезненно И на этой, на малой дозе всё будет двигаться И причём двигаться так в нужном нам ритме То есть нужно следить за дозой Нужно следить за циклами За очень многим количеством моментов То, что вот сейчас мы делаем эфир Вообще-то хороший Рассказываем о том, как, что это Но на самом деле для того, чтобы всё это применять на практике Самостоятельно Именно самостоятельно я подчёркиваю Нужен большой багаж знаний Из различных областей И если кто-то из слушателей, допустим Думаю, сейчас вот я послушаю эфир Куплю себе там радуну Найду её где-то Сам приготовлю И сделаю, уколю Я хочу предостеречь такого человека от этих действий Потому что хотя бы, как минимум Напишите мне и посоветуйтесь со мной Потому что это может быть чревато Всё это вообще О чём, отвечая на этот вопрос Я говорю, что иногда Иногда должен быть настолько точный, взвешенный, холодный расчёт Что вы в своём процессе лечения Фактически двигаетесь по лезвию бритвы И иногда так бывает Что начиная процедуру какую-то Так иногда, конечно, бывает Очень редко, но иногда бывает Что мне приходится петь гимны и славления Я, конечно, их про себя пою там внутри Но так вот по лезвию бритвы двигаешься Ты двигаешься и, слава богам, достигаешь успеха Поэтому противопоказаний, как таковых, я не выявил Но есть состояния, при которых использовать её не нужно То есть нецелесообразно Ну вот так, наверное, могу ответить на вопрос Понятно Понятно Так, дальше Заслушался то, что называется Идём дальше Александр Яковлев из Ютуба задает вопрос Доброго времени Арират, у вас нет опыта применения радуги При туберкулёзе лёгких А также влияет ли на спаечный процесс? Спасибо Благодарю за вопрос Как раз сейчас в терапии находится человек Там с подобной ситуацией И вот порядка 5-7 вливаний Даже иногда вот А до этого был случай Там 3 вливания И вот туберкулёз прошёл Туберкулёз, кстати, очень хорошо лечится При помощи вливаний перекиси При помощи ингаляции Перекиси водорода или радуги Очень хорошо помогает Но опять же здесь нужно в совокупности рассматривать С тонким кишечником и почками Поэтому дополнительно Если заниматься ещё выздоровлением Тонкого кишечника и почек То всё пойдёт ещё быстрее Хорошо Дальше Александр Яковлев А новый как раз это уже был Где мы дальше Вопрос в эфир от Олега из Иркутска Есть распространённое мнение Что баня противопоказана онкологическим больным Почему? Как думаешь, Рерат? А может всё-таки дело не в самой бане В температурном режиме Методики парения И самое главное В том, из каких растений изготовлены веники Лавр, полынь, можжевельник Эвкалит, берёза, дуб, черёмуха и так далее Так как у разных растений Различные воздействия на организм человека Благодарю Благодарю за вопрос Есть даже такие методы лечения рака Когда тело разогревает до температуры 40-41-42 градусов Но искусственным путём При помощи специальной процедуры Тело нагревает и держит его в таком нагретом состоянии Какое-то определённое время И за счёт этого вроде бы раковые клетки погибают Но в бане мы добиться такого не сможем Почему в классической медицине Баню не советуют при онкопроцессах? Потому что при прогревании какого-то участка в бане Усиливается и кровоснабжение И если Идёт активный процесс осеменения То кровь начнёт более активно Разносить споры Онкообразования по всему организму И то есть может усилиться метастазирующий процесс Может усилиться вообще общее распространение рака по организму И поэтому когда усиливается приток крови к новообразованию То нужно делать так Чтобы этот приток нёс в себе какие-то лекарственные вещества То, что вы говорите по поводу веников в бане Что вы будете им воздействовать на тело Это, конечно, хорошо Но прежде всего вы сначала будете воздействовать на кожные покровы И там через кожу пока вот эти все питательные вещества поступят к этому органу И причём нужно, правда, откровенно быть, что они поступят в достаточно малом количестве На самом деле В гораздо большем количестве они поступят, если человек просто это выпьет А в бане с банного веника Там не так много, как вы, наверное, представляете Может поступить в организм для того, чтобы уничтожить онкопроцесс А осеменение может пойти достаточно большое Я в своей работе, ну и вообще вот те, кто животом занимается Мы тоже используем этот же принцип Мы обдавливаем места, где находятся онкопроцессы Тем самым усиливаем кровоснабжение Даже считаем это обязательным, когда капаем перекись водорода Или там я радую, когда капаю Считаю это обязательным усиление кровотока в области опухоли Но вы же понимаете, что тут же вместе с кровью Туда приходит перекись, туда приходят другие вещества Которые просто-напросто убивают ток И у неё нет возможности ни споры свои распространять Может быть, она распространяет, но занятия у неё абсолютно бесполезны Потому что она потихонечку загибается И ещё в чём плюс использования радуги В том, что она воздействует не сегментарно на какой-то орган На какую-то отдельную опухоль Она воздействует на организм в целом То есть происходит оздоровление всего организма То есть выздоравливает весь организм Не то, что отдельное какое-то место Можно усиливать воздействие на какое-то отдельное место Но лечим, прежде всего, весь организм И в данном случае попытки распространения не принесут эффект Но если локально воздействовать в бане вениками на очаг, на воспалительный процесс То прогревая воспалительный процесс мы только усилим Именно прогревая воздействие теплом Если этот приток крови не будет содержать в себе каких-то противовоспалительных элементов То мы сделаем хуже Вот так можно ответить Другими словами, получает следующее Что если сделать связку сначала ввод, а потом в баня Ввод лекарственных средств, а потом в баня То увеличивается подача крови в поражённое место И кровь уже несёт в себе вот эти вот вещества Которые позволяют уничтожать всех нехороших наших товарищей Вероятный Да, ну как, так оно в принципе и есть А если человек просто парится То в этом случае он усиливает подачу питательных веществ И наши нетоварищи, они там очень хорошо продолжают развиваться Наверное, всё-таки так, да? Ну да Поэтому вот если экспериментировать То это надо большой опаской И понимая, когда будет максимальный приток Вот лечащих веществ в крови В то место, которое будет прогрето пропариванием И здесь, в общем-то, наверное, экспериментировать со здоровьем Можно, конечно, но Надо понимать, что это чревато Какими-то очень серьёзными последствиями А вот скажи Тут Если Взять Радугу-3 Немножечко И пойти в баньку поплескать И подышать этим в разогретом состоянии В какой пропорции это нужно делать Нужно ли разводить Или просто на камушке плюснуть И как долго это можно там нюхать Сидеть Ну, смотри Значит, во-первых, делать это уже нужно на стадии выздоровления Нет, я говорю про то, что вот просто для профилактики Люди пошли А, для профилактики? Да, примерно там кашляет человек Или что-то ещё И там грипп какой-то А может просто простуда А может там какой-то паразитик завёлся в лёгких Он просто не знает об этом И подкашливает, да? А тут банька подвернулась Ну, взял там, отлил себе грамм Сколько там, грамм десять Этого чудо-раствора радуги И пошёл Чё дальше делать? Слушай, ну, можно так, конечно, сделать Но это будет крайне расточительное использование Потому что грамм десять Они в парилке разлетятся так Что ты их особо не почувствуешь Что в парилке почувствовать Нужно хотя бы ковшик туда плескануть Не знаю, там, хотя бы грамм сто Вот А это достаточно накладное дело Вот И причём малоэффективно Эффективнее будет просто взять И непосредственно подышать этой радугой Если аромат хочешь получить Вот этих всех трав там Пожалуйста, там, грамм десять Плеснул на камне И ты получишь аромат какой-то Ты этим подышишь Но оздоровительный эффект будет Но он будет не так эффективен Насколько возможен Можно было там через ингаляцию сделать Подышать Вот так напрямую Прям в лёгкие попадёт А так просто вот именно Для профилактики Вот такой Для общего Самого общего оздоровления Можно так сделать Там взять грамм десять На камне пшикнуть И в течение там Десяти-пятнадцати минут Подышать И всё Хорошо Если ингаляция То как тогда правильно делать Ингаляцию Радуга-3 Как её в ингаляции применять? Ну, значит Компрессорный ингалятор Для этого нужен С небулайзером Небулайзер – это стаканчик такой Который Заходит в воздух Он там при помощи Специального колечка такого Завихряется И выходит в виде холодного В смысле Неразогретого пара Наливаем в небулайзер Там Два-пять миллилитров Радуги И Дышим Прямо Берём трубочку в рот Обычно Таким Ингалятора Где нагреть нужно Здесь нагревать не нужно Потому что Нагревание Оно приведёт К изменению состояния И качества Этого вещества Поэтому Нагревать не нужно Комнатная температура И не больше Понятно Хорошо Дальше 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 Смотрим Что у нас тут есть Александра Статкевич Здравия Дайте, пожалуйста Координаты Чтобы связаться с автором Ну На радио Пусть пишут На радио И Там уже дальше Свяжемся Да У нас есть такая практика Если приходит к нам Через форму Обратной связи Вопрос То в этом случае Он попадает К автору Так что Если вдруг Не нашли В контактах Захара Белинского Ариарада То в этом случае Тогда Пишите на радио Мы поможем вам Мостики все остановить Дальше Ярослав Из города Ногинск Вопрос в эфир А можно ли Вводить Внутри 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 Венно Или еще Как-то Медь И цинк Прошу прощения Если не по теме Ибо тема Очень углубленная По специфике Благодарю за вопрос Ярослав Я уверен Что Такие препараты Существуют Где В растворенном виде Присутствуют Частицы меди и цинка Я почему-то просто уверен Потому что Есть препараты Где железо присутствует Я уверен Что есть препараты С меди и цинком Я думаю Что По идее Думаю Можно подобрать Такую Дозу Чтоб с человеком Ничего не случилось И вполне возможно Вот Так что А вообще Медь в быту У нас как использовать Из медной кружки пить В медном кушине Воду настаивать Медь на теле носить В виде кулона Или браслет на руке На ноге Там как угодно Как угодно Вот Вот так Можно Использовать Цинк Цинком богаты Многие морепродукты Например Устрицы Устрицы Просто Сделаны из цинка Можно сказать Цинк Сам по себе Является Таким Хорошим Противовирусным Средством Вот Ну а медь Необходима нам Для крови Для мышц Ну и так далее Поэтому Думаю что есть Думаю что есть Такие препараты Можно Можно их только Поискать Вот Ну в общем-то Одна из версий Мне нравится Медицина Медь и цинк Да Получилась медицина Вопрос Эфир от Владимир Азематевич Здравия Арират У меня в морозилке Три килограмма Калины Лежит с прошлой Осени Замучился Уже ее есть Она все Не заканчивается Что можно Для здоровья Полезного Из нее Сделать Можно Замечательную Полезную штуку Такую из нее Сделать Был Такой травник Прекрасный Мужчина Зубенко Фамилия Вот И у него Был такой состав С калиной Значит Берем Ну условно говоря Я вот когда Я его готовлю Беру полкилограмма Чаги Беру Два стакана Калины Беру Стакан Сока Алоэ Ну то есть Мякоти Стакан Мякоти Алоэ Вот И стакан Меда И из этого Можно готовить Следующее Значит Можно даже Калины взять Три стакана Четыре стакана Ну не борщить Конечно с этим Но я думаю Не больше Четырех стаканов Калины Именно ягодой Ягоды Отщипывать И наполнить Ими Четыре стакана Вот Значит Что делаем Сначала Четыре Пять часов Настаиваем Чагу Настояли Ее Сначала Большими Кусками Не в аптеке Покупаем То что Измельченная А такая Прям хорошими Кусочками Водой Заливаем Так что Воды Было В пять Раз Больше Чем Чаги То есть Ну где-то Глубо говоря Заливаем Литрами Тремя Воды Сохранили Ее Чага Когда она Напиталась Водой Она будет Хорошо Измельчаться Мы ее Теперь уже Измельчаем Заливаем Обратно Этой же Водичкой Ставим В духовку На час При температуре 80 градусов И не градусом Больше Там она Час Стоит Томится Потом Оттуда Достаем И фильтруем Оставляем Только вот Эту Водичку Чагу Удаляем Из этого Сустава Затем Что мы Делаем Значит С калины Калину Мы Вот эти Четыре стакана Измельчаем И в одном Литре воды Варим На самом Малом 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 Огне Чтобы она Еле Булькала Ну тоже В течение Часа Это можно Делать Параллельно С чагой Затем Опять же Процеживаем И перемешиваем Значит Водичку От калины И водичку От чаги Перемешали Добавили туда Стаканчик Мякоти Алоэ И добавили туда Стаканчик Меда Все это Размешали между собой И поставили На 6 дней В темное Холодное место Настаивать Потом Когда оно Настоялось Опять же Еще раз Процедили На всякий случай И пьем Три раза в день По 50 мл Это Пьем Строго по часам В 6.00 В 12.00 И в 18.00 Это будет Способствовать Чему Во-первых Прежде всего Зубенко Использовал Это для Восстановления Женского здоровья Он считал И говорил Что такой состав Прекрасно Убирает Неомы Я могу Это подтвердить Плюс Вообще Женское здоровье Это вытягивает Плюс Убирает Бактериальный фон Из организма Из ночеполовой системы Плюс Убирает Какие-то Воспалительные Процессы Которые Есть в организме То есть Пить можно Мужчинам И женщинам Для того Чтобы убрать Воспалительные Процессы Улучшить Состояние Репродуктивной Системы Убрать Бактерии Из организма Вот Собственно Говоря Хороший Способ Применения Калины Постепенно Вот так Можно Пропить Всю Ту Калину Что там Лежит В морозилке А можно Посылкой Отправить Орераду Немножко Калинке Он тоже И получишь Большую Благодарность Да Хорошо Денис Вопрос В эфир Здравия Каким образом Без Обследований И анализов Самостоятельно В домашних Условиях Определить У себя Наличие Или отсутствие Паразитов Гельментов Червей И тому Подобное И что Посоветуете Для очистки От паразитов Так Ну Прежде всего Хочу обратить Внимание У нас есть На канале Народного Славянского Радио Эфир По поводу Паразитов Там об этом Пишется Потом у нас Есть эфир По поводу Самодиагностики Там тоже Не пишется А говорится И там тоже Об этом вырез То есть Если хотите Можете там Развернуто Получить ответ Там прям По этим тематикам Было Вот Ну А что касается Сейчас Вкратце То обратите Внимание На язык Если есть Такие вот Выщербленные По другому Называемые Географическим Языком То это Возможно Червяки Если есть Такая белая Пелена Как бы по языку То это Возможно Червяки Если есть Общая слабость Быстрая Утомляемость Если есть Непонятная Какая-то Работа кишечника Постоянный Жидкий стул Если есть Анемия Падение Гемоглобина Постоянное Выпадение Волос Боль в области Кубка Зуд в области Анального Отверстия Слюна Капля След от слюны На подушке По утрам И тому подобные Вещи Это значит Скорее всего У вас есть Черви Экскременты Очень-очень Дурно Пахнут Постоянно Вас тянет Либо к сахару Либо к мясу Ужасная Воня За рта Идет Когда Допустим Не поедет То есть с утра Какая-то вонь Это вот все признаки О червях Вот скажи Если уж про червей Мы заговорили Про наших больших друзей Да Вот Та женщина Которая С дозировочкой При помощи Медсестры Переборщила Червячки Сразу из нее Повыскакивали А Что если К примеру Радугу-3 Вот просто В виде профилактики Натощак принимать По каким-то Ну пол кубика Например Как там Разводитель Что-то еще Может ли Получиться Такой эффект Хотя бы Для прочистки Кишечника Ну я думаю Что может Кстати Вот никто Еще так не делал Но делали иначе Есть один пациент Который Вот Делает что Он Капает себе Ее ректально Капает ректально Ну у него кишечник В кишечнике Присутствуют черви В достаточно Большом количестве И у него постоянно После этой процедуры Вот он ее сделает Потом идет в туалет У него вываливаются черви По крайней мере Вот таким ректальным Вливанием Из толстого кишечника Он их удаляет Если пить Я думаю Тоже будет полезно Но Там же она вступает Еще в действие С соляной кислотой В желудке И вот как там дальше Что пойдет В процесс Ну хотя Я думаю Что все должно По идее нормально А если Только кубик на чашку На чашку На большую На кружку Или там На стакан 200 грамм Или как Ну я думаю Что так Чтобы питьевой форме Там же действие Послабее Я думаю Что 5-10 кубиков Нужно попробовать Вот это Ты знаешь Давай с тобой Параллельно будем Экспериментировать Поэтому Чтобы было эффективнее Допустим Дня 3-4 Пропил радугу Потом раз Касторки принял Чтобы из себя Все вынесло Вынесло И вот там уже Рассматриваешь Там есть там Червяки Нет там Червяков Да Не забывайте Чиститься И вот тоже Еще такой момент Интересный Когда Стали разбираться Что такое запор Почему он берется И вот я задаю вопрос Особенно пожилые люди Ну сейчас и молодежь Тоже запорами страдает Я задаю вопрос Скажите пожалуйста Вот вы от запора Как вообще лечитесь Что делаете-то Говорят Ну таблеточки пьем Я говорю А как таблеточки действуют Ну там Врач казалась Она рассказала Вот так Вот так Вот так Я говорю Ага Значит получается Для того чтобы Запор убрать У вас происходит Два момента Первое Это стимуляция Раздражение вернее Да Вот кишечника Чтобы началось действие А второе Туда скапливается Большое количество влаги Иначе Ну как ты выведешь Да То есть разжижение Должно происходить А там где разжижение Там значит Понятно что Влага-то должна За организмом браться И в том случае Если у вас в организме Недостаток влаги То в том случае Тогда у вас Обезвоживание Производится И в следующий раз Когда вы выпьете что-то То клетки свое возьмут Они опять влагу К себя притянут И у вас кишечник Опять будет сухой И опять у вас будет запор То есть замкнутый круг Может быть я говорю С другой Начать Ну приняли вы таблетку Но после этого В большом количестве Ударно пейте воду Не можете просто воду Но пейте какую-нибудь там Воду из источников Там нарзан какой-нибудь Боржоми Или искусственно созданную Похожую по составу Вот И ты знаешь Люди стали пробовать У тебя получается Они от таблеток стали Отказываться Из-за запоров ушли Но плюс еще ко всему Помимо этого Была бы рекомендация Это применять Латку живота Обминать животик Для того чтобы помогать И все-таки делать Упражнения Которые позволяют Двигаться Нижней части Человеческого тела Это или Хождение на попки Это приседания Это наклоны Собирание спичек с пола Вот Ну какие-то такие Не очень сложные Ну и просто прогулки На свежем воздухе И вот те которые Исполняют такие простые Казалось бы Вообще очень-очень Простые рекомендации Они от запоров Очень быстро избавляются Поэтому я про что говорю Мы же начали С глистов То в том случае Если вы Радугу-3 применяете Необходимо Наверное помнить О том что После приема Требуется Добавление жидкости Для того чтобы Из вас-то что-то выводилось Вот я к этому веду Ну да Что скажешь Кроме да Ну все верно считаю Добавить особо нечего Ты прекрасно все рассказал Хорошо Вопрос от Олега Из Иркутска Что скажешь Арират Отвижна тоже интересуется Что скажешь Арират Про употребление Иннулина Или продуктов питания Богатых им Как способ К снижению риска К возникновению рака В частности Рака толстой кишки Благодарю Ну наверное Думаю Это полезно Вот наверное Единственное Что могу сказать Думаю Это полезно Хорошо Данила вопрос Задает Арират А знаком ли ты С книгой В. Петебрата Глубинная книга Автор Инженер Историк Историк Исследователь Писатель Ученый Широкого Широкого кругозора знаний Исходя из инфы В кавычках Из сети В кавычках Сливает информацию В кавычках О том Что весь микромир Клетки органов Бактерии Вирусы И так далее И тому подобное Если не весь То в большом случае В большем случае Искусственен И управляем В кавычках По средствам Влияния Паразитического Микромира Бионано Роботов Это Если Вкратце Благодарю за ответ Что скажешь Про биомикророботов Я благодарю за вопрос Данил Мне очень Интересна Эта тема Мне вообще Интересны Всякие Увлекательные Темы Которые там Говорят О всяких Таких Штуковинах Но Я могу сказать Что я Вот Имею Большую симпатию К этой версии Вот Я уже давно Обратил внимание На то Что Просматривал Эти вот Микрофото Роботов Бактерии И они Действительно Выглядят Как роботы Как маленькие У них есть Механизм У них есть Двигатели У них Они Вот Эти двигатели Которые Находятся В Вирусы В бактериях Ну в бактериях Там электрические Типа электрического Двигателя А в вирусах Там как будто Даже механические Не как будто Там механические Двигатели И он Как бы Работа Этого двигателя Подчиняется Всем законам Динамики И тому подобное Физические Величины Применимы Там есть В ходе того Что даже Шестеренки При Мельчайшем Рассмотрении Всех этих Вирусов Видно Там Шестеренки Какие-то Механизмы И становится Понятно Что это Робот Прямо Настоящие Роботы Просто Маленькие Ну и Я Сейчас будет Такое Лирическое Оступление Кстати Я Можно даже Сказать Немножко Пофантазирую Сейчас на Эту тему Хочу сказать Что Даже иногда Когда Работаешь С каким-то Пациентом Отягощенным Вирусами То я Прекрасно Понимаю Что я Вмешиваюсь В процессы Которые Были Инициированы Гораздо Больше Чем Просто Заражением Вируса Я Прекрасно Ранее Озвучивал То что Вирус В организме Обладает Собственной Структурой Собственным Мышлением И Слаженными Действиями И Когда Я Противодействую Какому-то Вирусу Я Прекрасно Понимаю Что я Противодействую Слаженно Работающей Системе Слаженно Работающему Механизму И Причем Слаженно Работающий Механизм В данном Случа Он Является Не только На уровне Организма Человека Но И На уровне Внешней Среды Человека Бывает Так что Занимаешься Человеком И тут Начинаются От других От его Близких Какие-то Позывы Которые Влюбивают Человека Из колеи Не дают Продолжать Нормальное Лечение Причем Чем более Тяжело Больной Человек Чем более Он тягощен Вирусом Какими-то Бактериями Тем сильнее У него Такое Стороннее Воздействие Тут Можно Предположить Так вот Предположить Догадки Какого-то Фантастического Предположения Что Вирусы В одном Человеке Сообщаются С вирусами В другом Человеке А Если Соотнести Это С тем Что Пишет Владимир Катибрат То Это Все Укладывается В его Картину И Я думаю Что Доля Истины В его Книге Есть Единственное Есть Конечно Ряд Моментов О которых Можно Подискутировать По поводу Его Книги Кстати Можно Даже Сделать Целый Эфир Наверное Я не знаю По крайней мере Мне бы Может быть Этот эфир На русском Славянском Радио Народном Славянском Радио Был бы Интересен По поводу Пятибрата Показать Его Книги За и Против И так далее Но Я считаю Что Много Дельных Вещей А что Касается Именно Вирусов Бактерий И Их Структура Их Природа И для чего Они вообще Нужны Я В большей степени С ним Согласен Потому что Он В принципе Ничего особо Не выдумывает Ссылается На Те вещи Которые есть Действительно Вирусологи И публикуют Эти фотографии Этих Вирусов И бактерии И Метахондрия И для чего Она нужна И то что Человек Может прекрасно Без Метахондрии Обходиться И что Человек Может прекрасно Обходился бы И без еды Если бы у него Не было Метахондрии Все это Действительно Так что По крайней мере Я считаю Что действительно Наша планета 50 Примерно 60 Тысяч Лет назад Была инфицирована Вот этими Самыми Метахондриями А до этого До этого Человек Просто не ел В смысле Не ел Он мог пить Воду он пил Но есть Он не ел То есть Нам хватало Для жизнедеятельности Той энергии Того солнечного света Как солнечный Батарейки Мы получали энергию Она растекалась В цитоплазме В клетках И там поддерживалась Сохранялась Сейчас когда присутствуют Метахондрии Она всю эту энергию Вбирает в себя И выдает нам Ее очень дозированно Но в большей степени Она использует ее для себя Вот Такая собственно говоря Непонятная батарейка Зачем она нам Зачем она нам нужна Так вот если бы Метахондрии у человека Не было Не нужно было есть вообще И соответственно Если бы не нужно было есть У человека не было бы 99,9% От тех заболеваний Которые сейчас есть Вот И отсюда можно предположить Что наличие В организме человека Метахондрии Это вот Один из факторов Который регулирует Продолжительность Жизни человеческого организма Вот С этим я тоже С пятибратом согласен Вот Ну Собственно говоря Наверное Так можно ответить На этот вопрос Что касается Там управления И там Этих вот моментов Касаемых там Заговорами Я наверное Не буду комментировать Потому что там Можно вообще договориться До такого Что некоторым Станет печально жить Поэтому Я думаю Что не стоит Вот Я придерживаюсь Несколько иного мнения Все-таки считаю Что Возможно Возможные способы Когда вот Как пятибрат Там говорит У него есть такое понятие Плазменная рубаха душа Да Я все-таки считаю Что По его книге Там Это вот Только при помощи Каких-то приборов Этого можно достичь Я все-таки считаю Что можно и без приборов Достичь Примерно Такого же состояния Вот К примеру По себе Хочу сказать Ну по себе Конечно Людей не судят Как говорится Но вот у меня был Такой прецедент До того Как Образно говоря Моя жизнь Изменилась То есть Мое сознание Подверглось Некоторой корректировке Где-то вот Может быть Десять назад И до этого Я был подвержен Вирусам Я там болел У меня даже пчелы кусали У меня все распухало Потом Когда сознание Мое изменилось Жизнь немножко изменилась То Меня сейчас Пчелы когда кусают Ну Не то что Там Я такой молодец Из-за того Что меня пчелы кусают Но я вам сейчас Объясню В чем дело Пчелы когда кусают У меня не возникает Никаких отеков Там Опухоли Чего бы то еще Что бывает Даже Когда здорового Как бы нормального человека Пчела кусает Впервые Когда Один из моих наставников Увидел Что меня укусила пчела Он сказал Что О все Теперь у тебя завтра Пол лица распухло За лицо укусило Но Лицо Не распухло И Если следовать Исследованиям Академика Юриша В Советском Союзе Он жил Работал И он изучал Очень активно пчел Так вот он говорил Что Апитоксин Пчелиный яд Он служит Идеальным тестовым механизм Для определения Наличия вируса У человека в организме Если человека кусает Пчела У него возникает Отек Покраснение Ну и так далее Остальные симптомы Значит Вирусы в организме Человека есть Если пчела Человека кусает У него не возникает Ни отека Ничего подобного Значит Можно говорить о том Что наличие вируса В организме Как минимум Минимально И их нет вообще Так вот Я на самом деле На тот момент Когда все эти изменения Произошли У меня даже еще Радуги не было И я ничем особо Таким не оздоравливался Кроме как изменения В сознании Изменения образа жизни Там может быть питание И так далее И вот даже это помогло А впоследствии Применяя некие Энергетические практики Я почему-то предполагаю Что Можно Обзавестись Вот такой вот Непробиваемой душой И выйти из морока Даже без применения Каких-то специальных аппаратов Машин И тому подобное Вот наверное Так можно ответить Я вот так сижу Слушаю тебя И думаю Укусила как-то Ари Рада Пчела За лицо Лицо Ари Рада Не распухло Распухло лицо Пчелы Ну а что она кусается Ну не знаю Не знаю Не знаю Ну да Миколаевич Из Тараковки Вопрос эфир Где купить В Белоруссии Радугу-3 Нигде Понятно И еще тут была Тоже реплика А где вообще Кто знает народ Кто знает Где препараты продаются О коих вещах Эрерат Об этом знает сам Эрерат Задавайте вопросы ему Это Препарат Который имеет отношение Только К практике долголетия Вот К нашему центру Практике долголетия И более нигде Его нет Это авторский Скажем так Препарат Если у кого-то Есть вопросы Обращайтесь Либо на радио Пишите сюда Либо если кто-то Где-то меня в интернете найдет Все отвечу Предупреждаю сразу Что радио не является Ни распространителем Ни посредником Ну да Радио не является Распространителем В том плане На радио обращайтесь Как найти меня Да Мы можем только помочь Если вы не нашли Захара в сети То можем просто помочь Вам с ним Как-то стыковаться Не более того Мы сами не занимаемся Ни распространением Ни там Приемом денег Ни доставкой Ни рекламой Чем-то Что там Еще там Весь этот цикл Это абсолютно Вот Его направление Мы просто об этом Разговариваем И не более того Дальше Реплика Реплика эфира От Виталия Из Эстонии Арират Благодарю за совет Смятый против Спазм Очень эффективное Средство Ну Рад что помогло Хорошо А что ты ему Такого насоветовал Ну наверное Что-то посоветовал Понятно Ну я скорее всего Говорил Что вот так вот Снимает напряжение Спазмы какие-то Наверное Человек попробовал Поверил Типа натереть Типа натереть Напрягшееся место Внутрь Или куда-то засунуть Ну это нужно Нужно у Виталия Спросить Как он Куда он Как он Принял Совет Нет Это написано четко Ты не уходи Типа Благодарю за совет Смятый Против спазм Он не написал Где были спазмы Где чего Это пил Пил наверняка Человек Пил Пил Смотри Виталий Особо не злоупотребляй Питьё Она тоже разная бывает Вопрос эфира От Олега из Иркутска Арират Вопрос не по теме Но очень надо Какие действенные Природные средства От камней в печени Можешь посоветовать Благодарю Здесь уточнение Наверное надо Или в печени Или всё-таки В желчном пузыре Ну в печени Вряд ли бывает В желчном пузыре Конкременты бывают Ну какое Там чёрная редька Смё там раз Желчь свиньи С водкой два Потом Корень 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 шиповника три Это штука Которая удаляет Любые камни Из всех мест Потом корень Барбариса Тоже удаляет камни Вот Но Прежде всего Нужно пить побольше Водички Нужно наладить Ток желчи То есть Чтобы 12-перстная Кишка была Расслаблена Вот Потом Явки достаточно Хорошо помогают Ну если их ставить На область Желчного пузыря Вот И когда всё это Измельчится То тогда Можно Принять Касторку И Чтобы всё это Вынести Но Перед тем Как принять Касторку При камнях Желчного пузыря Нужно сделать УЗИ И понять Какой диаметр Камня То есть Он был Обычно Проток Желчный проток Там Ну где-то В районе Четырёх Миллиметров Не больше Так вот Нужно Чтобы камни Размер камней Был Где-то Ну не больше Двух миллиметров Чтобы они смогли Выйти из Желчного протока Если камни У вас Большего размера Касторку Принимать Не нужно Нужно Сначала Растворять Растворять Можно Либо Рецепт Черная Редька С мёдом Редьку Треть Верхнюю Свежаете Ложкой Выковыриваете Сердцевину Наливаете Туда Мёда И вот Наутро У вас Будет Сок Вот Вот Этот сок Выпиваете Затем Свиная Желчь С водкой Берём Три Желчных Пузыря свиных И заливаем Пуллитрами Водки Настаиваем Две недели В холодильнике Потом Фильтруем И по столовой ложке Два-три раза в день Это тоже Ты забыл сказать Что надрезать Желчные пузыри Надо Чтобы Да-да-да Надрезать Нужно Желчные пузыри И прям Вот Надрезанными И скромсенными Такие Оставить Банки И залить Водкой Только Режьте Не на чём-то Не на подносике Не на руках А режьте Прям там Куда вы будете Заливать Это всё дело Прямо в банке Хорошо Ты знаешь Когда я рассказал Про редьку Я вспомнил Я же что делал В своё время Экспериментировал В редьке Конечно интересно Шапочку срезать Выковырить Налить мёда Но это всё Здорово Интересно Но на мой взгляд Было непрактично Я что сделал Я почистил Руками своей супруги Редьку чёрную Потом Своими руками Её натер На тёрке Положил в баночку Причём Такую крупную Редьку выбрал Туда завалил Мёда В эту банку Только не китайского А такого Чтобы у пасечников Взять знакомых Чтобы было сверху Покрыто И закрыл Плотненько Закрутил Сразу говорю Плотненько Закручивайте Пахнет Изумительно Вот Значит И она стала Вот так вот Растворяться Превращаться в сок И в конечном итоге Я мёда добавил В такой степени Чтобы вот она Была вся редька Покрыта Это несколько дней Добавлялась Она немножко настоялась За один-два дня И потом Я просто брал Столовую ложку Доставал Натощак Вот воды Выпивал сначала Потом через какое-то время Брал столовую ложку Прямо вот этой Субстанции Ну помешивал Конечно Её В рот засовывал И опять быстренько Закрывал Баночку крышечкой И вот Такая банка Литровая Примерно Или пол-литровая Насколько Здесь какая у вас Редька будет Да, чёрная Она вот Пока не заканчивалась Её употреблял И пить много воды Много воды Особенно вот Натощак Это однозначно А вот Про корни шиповника Ты можешь сейчас уточнить Что там Собственно говоря Перемолоть эти корни Они очень твёрдые Корни шиповника Их нужно измельчить Чтобы помельче были Чем мельче Чем лучше будет отдавать И столовую ложку На пол-литра заваривать И в течение дня пить Вот Вот так Угу Хорошо На ночь настаивать Столовую ложку На пол-литра Ночь на стояли Утром процедили И в течение дня За два-три раза выпили Угу Так Ну в общем да Я согласен с тем Что необходимо Во-первых Понять Почему камни Там откладываются Существует На мой взгляд Несколько Вариантов Появления камней В желчном пузыре Это первое Недостаток Или банально просто Недостаток влаги И там происходит Просто Концентрация Это самый простой способ И очень просто Выводится Достаточно его размягчать Той же самой водой Просто много жидкости Пить Каких-то дополнительных средств Второй Который Это Самый такой распространённый Тоже один из самых распространённых Вернее Это когда уже идут Какие-то отложения Солевые И они Сгущаются Прорращаются В камни Но опять же Соль любая Растворяется Поэтому здесь тоже Надо употреблять Достаточно Много влаги И даже Может быть Чрезмерно Больше влаги Чем просто Вот для поддержания Себя В нормальном состоянии А третий Который Мало говорят Это какие-то Присутствуют Паразиты Которые Выделяют Что-то Выбрасывают Это как правило Лисосальщики Или кто-то ещё Но они же кушают И там же гадят И если опять же Мало употребляется Влаги И их там Разводится Достаточно Большое количество Они там Взрослеют То в этом случае Плохо всему И печени И желчному пузырю И человеку вообще Ну как-то так Дальше Алексей Ковизин Из ютуба Благодарю Очень актуально И доступно Наше здравие В наших руках И присоединяется К нам Миколаевич Из страховки Вопрос эфир Где можно Посмотреть Детальное видео Или книгу С картинками Высокой чёткости По травам Чтобы самому В своей Полосе Найти корень Солодки И остальное Ну Я на таких Для таких случаев У меня есть Порядка Пяти Разных Энциклопедий Вот есть специальные Такие Толстые Иллюстрированные Энциклопедии Где эти травки Сфотографированы Нарисованы По частям Вместе Где описаны Места их Произрастания Да собственно говоря Сейчас интернет Так распространён Что можно В Яндексе Вбить корень Солодки И он Выдаст там Все картинки Где растёт И как найти И так далее Думаю так Хорошо Вопрос эфир От Марии Арират Подскажите Почему у ребёнка При поедании Риса И картофеля В мочевом пузыре Появляется Осадок В кавычках Который виден На УЗИ Это первый вопрос Второе Как увеличить Мочевой Пузырь Ребёнку Стенка Мочевого пузыря Утолщена И он Не увеличивается Не растёт С возрастом Благодарю За ответ Благодарю за вопрос У тебя там Такое ощущение Рядышком телефон Лежит Он подклакивает Да Вот я уберу Уберу телефон Подальше Сейчас Подальше Уберу Положу к яблокам Вот Значит Ну сам по себе Рис И картофель Это являются Быстрыми углеводами Наподобие Можно как-то По аналогии С сахаром Сравнить И рис И картофель Если это белый рис Могут служить питанием Для бактерий В нашем организме Соответственно При большом потреблении Риса И картофеля Может увеличиваться Бактериальный фон В организме Значит Осадок В мочевом пузыре Если он не появляется То это Кристаллы Каких-то солей Вот И если он напряжён Там наверняка Всегда присутствует Вторичная моча То есть моча Остаётся полностью У себя не вытекает Если он напряжён Если такое происходит Значит происходит Инфицирование Этой мочи Там в любом случае Заводятся бактерии Если Есть бактерии В мочевом пузыре То соответственно Они переходят И В почки Получается инфицирование Мочи в почке Так что же делать С мочевым пузырём Ну прежде всего Нужно физически Снять с него напряжение При помощи Правки живота Массажа живота Вот Можно посмотреть В интернете Ролики У меня на канале Есть ролики Как делать массаж Низа живота И вам всё станет понятно Физически его вдавить Вот Ну и потом Принимать Например Есть такая настойка Спазмолитик Там Три спиртовые настойки Настойка полыни Мяты и валерьяны Вот кстати Откуда Виталий из Эстонии Понял Про мяту Я говорил По поводу этой настойки Можно принимать настойку Спиртовую Полынь Мяты и валерьяны Там она принимается По весу Значит Из дозировки Одна капля на килограмм веса Половину дозы утром Половину вечером Если к примеру Ребёнок весит 30 килограмм То 15 капель утром 15 капель вечером На 50 или 100 миллилитров воды Это будет снимать Физическое напряжение А массажем живота Вы будете убирать напряжение Непосредственно С того Этого мочевого пузыря Плюс Можно попить Какие-то противовоспалительные травки Направленные на Здравление мочеколовой системы Это Такие вот Золотарник канадский Допустим Ну и Почки листья берёзы Можно ту же самую Кору берёзы Позаваривать Вот Ну и так далее Ну В любом случае Можно сначала снять напряжение С мочевого пузыря Физически Потому что Возможно там Невротический характер Напряжения Вот там От стресса Мочевой пузырь напрягается Но Можно пчёлу поставить Пчёлу очень хорошо Расслабляет ткани Снимает тоже напряжение С мочевого пузыря Отовсюду Вот В любом случае Нужно физически Его обдавить И добиться того Чтобы не было Болевых ощущений При надавливании Вот Ну и параллельно Пить травки И пить какие-то травки Которые к тому же Ещё соли Из организма Вводят Опять же Вот вернусь Скажу Что это корень Шиповника Хорошо выводит Соли Корень Барбариса Камешки растворяет И соли выводит Но В любом случае Я бы рекомендовал Вам обратиться К специалисту Который массажем Желота занимается Чтобы он посмотрел Ребёнка Вот И сказал Как там стоят дела Потому что Мочевой пузырь Может не быть Самой проблемой Просто может быть Следствием И Вы можете Если будете всё время Лечить следствие Будете бегать по кругу Вроде вы пролечите Потом он опять напрягся Пролечите опять Напрягся Поэтому Всё-таки Наверное лучше Обратиться к специалисту Поправки живота Вот Может быть там Нижняя отдела Кишечника Приопущена Они там постоянно Его поддавливают Там может ещё что Нужно смотреть Там Вариантов развития событий Может быть множество Надо разобраться По какая причина То что Толщина стенки Что вызывает Толщина стенок Берёте причину И всё пойдёт Само собой Хорошо Дальше Дальше Миколаевич Вопрос в эфир Как Корень лопуха Удалит Кисту Или Как корнем лопуха Удалить кисту Наверное так Нужно пить Сок корня лопуха Берёте этих Корней лопуха Собираете И давите из них сок И вот этот сок Пьёте Вот так Много часто В каком количестве Ну По полстакана В день Хотя бы Свежих корней Насобирали Надавили сок И выпили Ну Можно Можно водой Разбавлять Если корень Корешков мало Допустим Ну Чтобы как Так Понятно Олег Из Иркутска Пишет Известно ли тебе Случай Когда людей Лечили от онкологии Оказалось Что они умирали От продуктов Жизнедеятельности Грестов Гельментов И прочих Живых для рыб Поясни Как отличить Онкологию И состояние организма Зараженного червями Разницу И схожесть Этих явлений Благодарю Олег Благодарю за вопрос Во-первых Онкологию Диагностируют В современном мире Всегда при помощи Каких-то Объективных Средств исследования То есть При помощи УЗИ Либо при помощи КТ ПЭТ КТ МРТ И там Четко видно Образование То есть Если Образования нет То говорить Об онкологии Здесь Ну не приходится В данном случае В современном Переде Вообще Мы считаем Что онкология Она неразрывно Связана С Образованием С опухолевым Процессом Доброкачественным Безлокачественным Но Все равно С каким-то Процессом А черви Сами по себе Ну Они не образуют Вот Сами по себе Черви Они не образуют Каких-то Образований Они могут Приводить Организм И Среды Жидкостные среды Организма И определенные Органы Организма К тому Что там Создаются Условия Для благоприятного Развития Этих Образований Вот И Такие случаи Как Человека Лечили от Онкологии Они умирали От продуктов Жизнедеятельности Червей Ну Если разобрать Этот случай То скорее всего Что у человека Онкология Все-таки была Вот Но Впоследствии Человек Вероятно Погиб От интоксикации Организма Допустим Токсинами Которые черви Вырабатывали В своей жизни При жизни Вот Но Это В принципе Ситуация Которая Вполне Может быть Я думаю Что таких Ситуаций Много Потому что Вообще Онкопроцесс Чтобы Слушатели Наши Понимали Он возникает Только там И только тогда Когда организм Уже К нему Готов То есть На пустом месте Ни с того Ни сего Онкопроцесс Возникнуть Не может Вот Как многие Считают Жил-жил Был здоровый Нормальный Парень Потом Раз И онкопроцесс Ну бывает Так вот То есть Организм Постепенно Постепенно Планомерно Готовится К этому Процессу И лишь Тогда Когда Либо Во всем Организме Либо Где-то В каком-то Отдельно Взятом Его Сегменте Образуется Среда Где Плохо Приходит Артериальная Кровь Где Полно Застоявшейся Венозной Крови Где Заряд Водорода Там Ниже Там Шести То есть Кислотная Среда Где Там Организм Восстановительный Потенциал В огромном Плюсе Где Крайне Замедленные Обменные Процессы И так далее И так далее Вот в таком месте Где Совокупность Факторов Налицо Там Начинает Развиваться Онкопроцесс Черви Могут Этому Благоприятствовать Ну К примеру Там Черви Живут Себе Живут В кишечнике Из-за этого Кишечник Там Отягощается Пускается Вниз Придавливает К примеру Мочеколовую Систему Соответственно Там Начинаются Застойные Явления Которые Благоприятно Сказываются На развитии Может Возникнуть Такой Тонкопроцесс Например Предстательной Железы Или Мочевого Пузыря Или Прямой Кишки Или Какая-то Ситуация По почкам Может Возникнуть Из-за Огромного Количества Токсинов В организме Или Черви Сами Могут Понакусать Так Разражать Стенку Кишечника Что там Сигмовидные Кишки Это Возникнет Черви Могут Создать Предпосылки И они Могут Существовать Параллельно Здесь Говорить О том Что Лечили От одного От другого Здесь Скорее Сего Говорить О том Что Неправильно Лечить Но Вообще Неправильный Подход Был К этому Случаев Распространенных Я думаю Что Такие Достаточно Часто Бывают В принципе Даже По данным Всемирной Ассоциации Здравоохранения Более 90% А если Мне память Не изменяет 98-95% Людей Желающих Наполнить Имеет В себе Червей А по Данным Патологоанатомов 95% Умерших Которых Они Вскрывают А остальные Мелкие Вот Поэтому Говорить О том Что там Черви И так далее Лечили Одного Умер От червей Ну Это Не совсем Корректно В самом деле Вот Ты Там Потребил Слова Патологоанатом И так далее Но Современная Медицина Уровень Такой У многих Врачей К сожалению Что Иногда Патологоанатом И шутят Так вот Очень По черному Что Как раз Патологоанатом И выясняет Насколько Правильный Был диагноз И насколько Верное Было Лечение Ну да Там еще Дальше есть Поясни Как Отлечить Онкологию И состояние Организма Зараженного Червями Разницу Схожесть Этих Явлений Но Как Отлечить Онкологию Там Где Обычная Онкология Там Зачастую Можно Прощупать Это Образование Опухоль Прям растет Если она В животе То в принципе Живот весь мягкий Можно даже Нащупать Эту штуку Вот Но При Инфицировании Червями Там Какие-то боли В кишечнике Общая слабость Быстрая Утомляемость В онкопроцессе Это Примерно То же самое Происходит Вот Но Еще Онкопроцесс Он Характеризуется Такими Непосредственно К примеру Уже возможно Возникает боли Прямо В каком-то месте Где-то Опухоль Образуется Ну Видов рака Достаточно Большое Количество Потому что Количество систем У нас тоже Обширное В организме Там Везде Может возникать Свой процесс Так вот Сравнивать Ну Черви Тоже на самом деле Имеет огромный Такой перечень Симптомов Какие могут быть Симптомы При заражении Червями То же самое Огромный перечень Что может быть Для онкологии Если интересно Возьмите Сравните Там примерно То же самое И Как бы там ни было Что с нашей Медициной Не происходило Но Даже в своей работе Я всегда использую Методы Объективного исследования То есть это УЗИ и КТ Потому что Как бы там Ни было Народная медицина Это конечно хорошо Но Отрицать Реальные заслуги В современной медицине Тоже это глупое занятие Они прекрасно Могут диагностировать Ну в каком плане УЗИ Пожалуйста Если Квалифицированный Специалист То Он Прекрасно Все выявит Покажет Опишет И расскажет Я с одним таким Замечательным специалистом Сотрудничаю И всех своих Неразрешимых пациентов Кому там дают Противоречивые заключения Я отправляю к нему И он Все это Разрешает В роду Как сотрудничаем Он даже не знает Что я с ним сотрудничаю Потому что я Туда к нему Веден отправляю Вот И он Дает заключения Очень точные Четкие Которые мне нужны Кого нужно Я посылаю на КТ Чтобы там посмотрели Вот Отрицать Современные методы Исследования Не нужно Может быть Они Не хотят лечить Так как оно должно быть Но вот Исследовать Вот именно Аппаратные исследования В современной медицине Есть очень хорошие Их можно исследовать И Рассуждать о том Там Гадать на кофейной гуще О том Что есть рак Нет рак Может быть Это просто черви Лучше все-таки Не надо Потому что Можно опоздать И все-таки Хорошо бы Либо начинать Сразу лечиться От рака Образно говоря Появилось подозрение Вот не хочешь Идти к врачам Тогда сразу Начинай лечиться А если не хочешь Идти к врачам И лечиться Не хочешь Ну это глупое занятие Страва с голову В песок засунул Вот Либо иди Что я бы на самом деле Посоветовал Иди Не то что там Функцию делать А хотя бы Чтобы тебя Просветили Как-то там Посмотрели Действительно Там в каком-то месте В каком-то органе Что-то присутствует Не хочешь так Пойди к специалисту Который живот Пусть он тебя пощупает Посмотрит Потрогает Там все Лучше С животом Нормально Вот Ну наверное Так Я с тобой Полностью согласен Про медицину В данном случае Абсолютно То есть я не отвергаю Никогда медицину Просто я отмечаю Те моменты Которые в современной Медицине Желают Лучшего Отношения Образования Применения И так далее Но при этом Я не отвергаю Медицину Не подумайте Что я такой Прям ненавистник Медицины Нет наоборот Я медицину Очень уважаю Современную Но просто Есть те врачи Которые От бога не врачи Они Как мартышки Которых научили Просто что-то делать А для чего Они это делают Многие не понимают И к сожалению Таких В кавычках Врачей Сейчас очень много И Беда от них Это да А вот с точки зрения Там Нахождения Чего-то Определения Да Современные Различные Диагностирующие Вот такие устройства Они помогают Много что Различить Выявить На первой стадии Так Ну что Идем дальше Идем дальше Вопрос от Жени Макаровой Уважаемый Рерат И есть ли смысл Работать с раковыми больными Если он не созрел Для отказа От мяса Ну В своей практике Я не работаю С такими пациентами Вот Ну а вообще Если например Обстрагироваться От моей практики То Может быть И есть смысл Может быть И есть смысл Может быть В процессе Практики Такой человек Откажется Вот Может быть Ваше лечение Подействует на него Как вот Цеба Да Вот Настолько сильно Он поверит в вас Что Может вылечиться Запросто Даже человек Может мясо Не прекращать Есть Если он верит В доктора Если верит Что сейчас Доктор его пощупает Даже вот Он выздоровит То он обязательно Выздоровит Вот То есть Если он в вас верит Если верит в вас То я думаю Есть смысл А если просто Вот Как бы Рассматривать все варианты Как возможность Лечения Выбираешь Что-то Для себя Перебирает Можно сказать Варианты Лечения Тут я хочу Тут не хочу Но я думаю Тогда не стоит Зря Вероятно Пограть Зря я свое И его Время Понятно Доктор Доктор Покрутите мне Пупок Скажи А почему Ты такой Мясо Ненавистник Вот В этом вопросе При лечении Ну Как почему Во-первых Мясо закисляет Организм Это раз А во-вторых Мясо Источник Животного белка А Рак Очень Не то что Очень А прекрасно Увеличивается Как раз На животном Белке Животный белок Для него Это строительный материал Опухоли Растут от этого Поэтому Ограничивая Употребление Животного белка Мы уменьшаем Возможности Роста И распространения Опухоли Вот для этого В общем Ты знаешь Одна из версий Которую Не так давно Я прочитал Она говорит о том Когда вы потребляете Инородный белок Животного происхождения Тем самым Вы создаете Внутри своего организма Новый организм Который Как правило Проявляется В раковой Опухоли Вот такая Интересная Закономерность Я думаю Что официальные врачи Они начнут Там Бить Тревогу Вызывать 0,3 Из психобольницы Чтобы вас забрали После этих заявлений Но ты знаешь Что-то в этом есть Вот сходится Сходится Чем больше человек Употребляет Этого Животного белка Тем чаще У него возникают Проблемы С онкологией Вот таких вот Именно выростов Внутри Него Так что Как бы это ни было Парадоксально Как бы это ни звучало Но факт Остается фактом Ну да Идём дальше Вопрос в эфир От Жени Макаровой Мой хороший товарищ 65 лет Имеет вес 160 килограмм Три шунта Пьёт Дорогущие лекарства Для продления жизни Мясоед Активен В меру Сказанного выше Пробовал голод Не сбросил Ни килограмма Вопрос Почему не сбросил И сколько потенциала Дала матушка Природа Что даёт Ему активность Удивляет Меня это И какие Его Могут ждать Перспективы В здоровье Хотелось бы Помочь ему Пишу И понимаю Что глупый вопрос Но Надеюсь Благодарю за вопрос Наверное Мой ответ Послушать Хорошим примером Другим С подобными Тенденциями Во-первых Есть такое понятие Как безопасность Самого уцелителя То есть Она в чём заключается В том Чтобы не хапать Болячки больных Вот вы говорите Хотелось бы ему помочь Если как только Вы начинаете Хотеть помочь Что Имейте ввиду Что сразу же Начинаете Забирать на себя Все болячки Своих пациентов Поэтому Целитель Ну по крайней В моём понимании И вообще Должен быть Бесстрастен Как абсолютно Идеальный инструмент Если пациент Вас о чём-то не просит Если пациент Вам не говорит Что я хочу вылечиться А вы говорите Вот я хочу Вылечить То вы на самом деле Вмешиваетесь В его судьбу Вот И что вы там Хотите ему помочь Если он Не готов От чего-то отказываться И при этом Ходит к вам лечиться Ну значит Просто делайте Своё дело Да и всё А так Стараться И с кожей Вон влезть Каким-то его образом Насильно оздоровить Я думаю Не совсем это верно Что его ждёт Ну даже Вы сами понимаете Прекрасно Что его ждёт Когда пишете Что веса у него 160 килограмм При шунта Наверное Я не знаю Тут негативные прогнозы Вообще не дают Поэтому Не знаю Но предположить Можно Надо догадаться Что если Е 160 Мясо ест И при шунта Ну не знаю Я с такими пациентами Вы на самом деле Смелый человек А я с такими пациентами Не работаю Мне просто Неинтересно Тратить своё время На подобного пациента Потому что Людей Которые хотят Быть здоровыми Достаточно Большое количество Я с удовольствием Поработаю с человеком Который горит Желанием лечиться И Которому мне будет Интересно работать А не просто так Выполнять какую-то Рутинную работу Тупо Обдавливать живот Человек Который приходит И говорит Я тебе плачу И мне живот Я с такими Не работаю Абсолютно Вообще Поэтому Дело ваше Хотите вы его спасать Спасайте Но помните Что спасательство Всегда заканчивается Бедой для самого Спасатель Но найдется ведь Тот Который скажет Ты мне денежку А я тебе Попок покручу Ты мне денежку А я тебе еще Попок покручу А ты какой-то Принципиальный Ну ладно Ем дальше Светок 99 Вопрос в эфир А если Аллергия на пиявки Чешется дико В районе укуса Три дня Что это означает Ну Скорее всего Там есть червяки Вот Если чешется Если Вернее Если там Еще и припухает При этом То точно Червяки Вот А если Просто так Чешется Три дня Уже После того Как пиявку Поставили То скорее всего Герудин Ну то есть Если он Жил в медицинской Пиявке Попадая в ваш Организм Он вызывает Такую Специфическую Реакцию Поэтому Количество Пиявок Сократите И периодичность Сделайте Побольше Тогда я думал Что вот такие Моменты Если это просто Чешется А если Это сопровождается Еще припуханием То тогда там точно Червяки есть В том месте Куда вы ставите Пиявок Сначала Желательно Червяков Этих вывезти А потом дальше Продолжать Пиявки ставить Сначала Радуга 3 Потом уже Пиявки Ладно Хорошо Елена777 Вопрос в эфир Здравия Вы случайно Вы случайно Не знаете Какой-нибудь Рабочий рецепт От камней В почках И от песка Благодарю Рабочий рецепт От камней От песка В почках Значит Есть такой Рабочий рецепт Напиваетесь Чего-то Мочегонного Ну можно Допустим Шиповник Отвара Шиповник Напиваете Его много Еще воды Много Вот Набираете Ванну С горячей водой И Вот Терпите Прям Еще до И орете И долго орете Вот До того Как пойти в ванну Вы терпите Потом садитесь в ванну И там вам хочется Там меньше становится Вам хочется писать Потому что все расширяется Давление снижается И пить хочется меньше И вы снова опять Пьете 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 Много Пока находитесь в ванной И опять Когда уже в ванной Заходите в туалет И опять же терпите Когда уже это будет Не могу Тогда писать Вот под таким большим давлением когда и лоханк расширяется, и мочеточник там расширяется, то весь этот песок обычно вымывается, но бывает так, что понадобится 2-3-5 подобных процедур для того, чтобы весь песок вышел из почек. А что касается камней в почках, то камень в почках сначала нужно его измельчить, то есть каким-то образом подробить, да, подробить чего нужно, а потом уже выводить. Скажи, пожалуйста, вот когда песок там уже, то может быть какой-то добавить еще расширяющий, ну типа спазмонгол или ножку или что-то еще, или может быть какой-нибудь там соль? Горячая вода она будет расширять все эти протоки, там ножку можно будет принимать, если возникнет спазм мочеточника из-за того, что его стенку царапает кристалл соли, когда пойдет, тогда можно принять ножку, а вот именно горячая вода, она и нужна для того, чтобы расширились все эти протоки, они расширяются от горячей воды. Ладно, идем дальше. Дед Мазай. Вопрос в эфир. Температура на данный момент 38,5, жена настаивает на парацетамоле, я уже отбиваюсь, обтираюсь слабым раствором уксуса, что еще подскажете во всем теле ломота и треморю? Спасибо. Значит, обязательно нужно обильное теплое питье, обильное, причем много пить, 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 причем желательно, чтобы это питье содержало в себе лимонный сок, то есть лимонный, ну, допустим, там, грубо говоря, четверть лимончика на стакан воды, ну, можно даже меньше, и вот обильное такое питье. Вот, и температура 38,5 это действие иммунной системы, то есть ваш организм с чем-то борется, нужно понимать с чем, из-за чего температура, чтобы давать дальнейшие советы, а так при любой температуре рекомендую обильное питье. Вот. Ну, а дальше нужно понять, из-за чего температура. С лимонным соком будьте осторожны, потому что иногда есть индивидуальная непереносимость, и лимонный сок чуть-чуть, если концентрацию увеличить, он может очень нехорошо повлиять на желудок, на кишечник, и плюс ко всему он же может там грохнуть всю флору полезную. Так что начинайте с малых доз, то есть четверть лимончика, может быть, даже и многовато покажется, поэтому начинайте с малого. Такое просто предположение, был опыт такой не очень нехороший, когда человек потом жаловался несколько недель после того, как он лимонным соком вот так вот сбивал температуру и пил много воды. Поэтому воды много однозначно, в любом случае тепленькой, не горячей, не холодной, но тепленькой, чуть теплее, чем, ну, ваша температура. Если там у вас 38,5, ну, наверное, там до 45, не больше, наверное, да? Вот. А лимон добавляйте, чтобы вот он не обжигал, чтобы это было приятно. Вот, но еще иногда добавляют грейпфрутовый сок, да, вот, что если лимон там непереносимость, такое что-то кисленькое. Так, дальше. А вот уже по поводу чего, здесь я с Рерадом полностью согласен, давать рекомендации, не зная причин, наверное, это самоубийство. Это нельзя. Жанна Узакова из Ютуба. Что поможет от миомы? От миомы? Вот от миомы поможет состав, о котором мы раньше говорили там в эфире, чага, калина, алоэ и мед. Вот, послушайте запись эфира, там будет описание этого состава. От миомы могут помочь пиявке, от миомы для быстрейшего устранения миомы поможет правка живота. Я же миому в своей практике решаю следующим образом. Я рекомендую пациентам ректальные капельницы, раствора перекиси водорода со своим полифитоконцентратом радуга. Я подкалываю, делаю аутогемотерапию в проекции миомы. Я ставлю активно пчел опять же в проекцию миомы и на область таза. Вот. И содовые также инъекции там подкожно. Внутримышечно калю радугу. Вот. Ну и ставлю растворы перекиси водорода внутривенно. Вот так работает. Понятно. Так, у нас время заканчивается. Вопросов много. Больше вопросов не принимаем. Это я помощникам сообщаю. А то не успеем себя задать. Так, дальше. Вопрос эфира от Миши. Здравия. Правда ли, что можно избавиться от кариеса, протирая зубы перекисью водорода? Или перекись, наоборот, разрушает зубы? Ведь их разрушает кислота. Благодарю. Неизвестно мне, чтобы, протирая зубы перекисью, можно было избавиться от кариеса. Ну, такое неизвестно. Вообще, чтобы кариеса не было, нужно, чтобы плащ слюной жидкости была щелочная. Вот. Для этого нужно разминать слюные железы. Они находятся вот под склонами, там, справа и слева. Там, прощупайте и вот разминать эти места, чтобы там не было болезненности. И когда у вас слюна будет щелочная, то никакого кариеса у вас не будет. Вот. Ну и плюс посмотрите по проекции тех органов, на которых появился кариес. Возможно, с этими органами какая-то дисфункция случилась, поэтому вылазит кариес на зубы. Потому что иннервация зуба нарушается и, соответственно, появляется кариес. Вот. А протирать перекисью зубы. Ну, не знаю. Можете помогать. Не пробовал. Никогда я даже не слышал о таком. Я тоже такой советик могу дать, что после того, как вы что-либо покушали, сразу просто прополощите зубы обычной водой. Не холодной, не горячей. Просто водой. Без сахара, без всего. Вот. Если есть возможность почистить зубки щёткой, мягкой щёточкой, жёсткой не надо, то в этом случае почистите. Тоже помогает. Значит, когда вы прополаскиваете водой, вы тем самым очищаете рецепторы от вкуса и от запаха, от всего того, что вот передавало мозгу, какая пища к вам попадала в рот. Перестаёт выделяться кислоты, перестаёт выделяться щёлочь. Вот. А когда вы ещё и смываете, очищаете, тем самым вы убираете остатки пищи, и бактериям во рту особо делать нечего. У нас очень много сейчас сладкоежек, который любит пить сладкий чай и в прикусочку с чем-то таким прилипающим к зубам. Вот одна из причин кариеса, на мой взгляд, это когда зубы остаются обволоченные чем-то таким липким, сладким. И когда бактерии начинают питаться, они начинают питаться и снаружи, и изнутри. Вот. То есть, например, на зуб налипло что-то, да? И снаружи поедают, это бактерии размножаются. Ну это ладно, пускай бы они и поедали. Но они ещё вот между вот этой вот прилипалкой и самим зубом существуют, они тоже начинают питаться, они выделяют кислоту. Выделяя кислоту, они тем самым разлагают вот это покрытие ямали зубной. И после этого там может оказаться кариес. Поэтому очень внимательно следите за тем, чтобы как поели, сразу полощите зуб, или мягенькой щёточкой проходите по нему. Без пасты, без всего, просто вот щёточкой проходите. Вот. И ещё тоже такой рецепт. Не ешьте вы то, что содержит рафинад. Любого вида. Неважно, это сахар или вот как картошка, или там рис. Поменьше это во всех случаях употребляйте по возможности. Вот. А сахар, рафинад вообще не употребляйте. Не покупайтесь на всякие рекламные ролики, которые там говорят, ну не хотите сахар, рафинад, вот ему вам тростниковый сахар. Хрен редкий и не слаще. Хоть он и тростниковый, или подделка на тростниковый, как правило. Всё равно это сахар, который уже переработан. Старайтесь сахар добывать, как и соли, в принципе. Старайтесь больше добывать из растительной пищи. Там это всё из земли матушки и есть. Вот. Там всё это произведено в натуральном способе. Вот. А всё, что уже выжато, перемято, там, достано откуда-то, старайтесь это не употреблять. И зубки ваши будут на месте. Долго служить вам. И здоровье ваше будет хорошее. Так. Дальше. Анна Бондаренко из Ютуба. Подскажите про миому матки и поликистоз яичников. Как работать с данными проблемами? Ну, вот уже неоднократно на эту тему отвечали только что, буквально. Ну, как, как говорится, пиявки, пчёлы, массаж живота. Если это поликистоз, там всё, корни лопуха, обмен, ну, собственно говоря, там много чего. Внутри вена можно, перегись водорода вливать, радуги можно использовать. Ну, честно говоря, третий раз одно тоже рассказывать уже. Ну, да. В общем, всё сводится к простому. Необходимо туда доставлять правильное питание, то есть вы должны правильно питаться сами, и туда должна поступать кровь. Кровь не поступает, когда у вас избыток веса в нижней части, особенно у женщин, у них такой животик появляется после определённого возраста. А сейчас, в принципе, он появляется уже в раннем возрасте. Если появился животик, то у вас идёт давление на те места, про которые вы сейчас говорите. Если есть давление, то могут пережиматься сосуды, как приводящее питание, так и отводящее. И тем самым питание ухудшается. Там, где ухудшается питание, ну, значит, ухудшается функционал. Вот. Это первое. Значит, необходимо следить за животиком, разминать его, не жрать всё подряд, не любить вкусненькое, а есть то, что полезненькое. Вот. Делать латку живота и пить больше в жидкости. Но когда уж совсем приспичит, то тогда применяйте пиявки, пчёлы, вот этих вот наших друзей, которые помогут вам разжижить что-то и убрать то, что там уже у вас патогенное образовалось. Ну, как-то, наверное, так. Женя Макарова, реплика в эфир. Когда ты проговорил про дядюшку, которому она берётся помогать, лечить его, она написала, «Я его не лечу, я с ним дружу». Тем хуже. Ну, какой же ты всё-таки? Вот дружит человек с человеком, а ты говоришь, тем хуже. Вот как он? Тем хуже, что она его пытается спасать. Поэтому если бы он хоть лечился к ней, он хоть бы как бы сам хотел лечиться, он там что-то пришёл, хоть там полечите меня, она там, давай, натягивать как-то, перетягивать ещё. А если я просто нас с ним дружу, и при этом я сейчас его спасу, это ещё хуже. Вот. Это ещё хуже. Спасил хищника. Понятно. Медведь загнулся. Так, вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. А молочный белок отличается от животного белка? Ну, он, конечно, отличается от животного белка. Там жиробелковая молекула. Ну, белок всё равно животный. Но отличия есть. На самом деле, в принципе, никакой пользы. Ну, опять же, на мой взгляд, сейчас тут, конечно, те, кто ест молоко, они могут меня начать резко критиковать. Но, на мой взгляд, молоко коровье там особенно никакой пользы. Вообще, животное молоко никакой пользы человеку, в принципе, не приносит. В большей степени приносит только вред. Поэтому и приёмка, процессы употреблять его тоже я бы не советовал. И вообще молоко я бы употреблять не советовал. Ну, давай напомним просто. В нашем организме русскими, если словами называть что-то, то всё имеет какой-то функционал, обозначенный этими словами. Ну, если, конечно, ещё не сковеркано. Ну, к примеру, вот сонная артерия. Что произойдёт, если на них надавить? Человек впадает в сон. Ты об этом много показывал, рассказывал. Если же мы говорим вот дальше так продолжать, там много чего. Ну, печень, значит, печёт, температура больше. Много чего там интересного есть внутри организма. Ну, а то, что мы можем заметить, помимо скрытого, это как раз зубы. Есть понятие молочные зубы и коренные зубы. Молочные зубы говорят о том, что ребёнку ещё можно принимать молоко. А когда уже коренные зубы, то в этом случае молоко принимать, скорее всего, уже не надо. Потому что уже организм перерос в ту стадию, когда молоко ему может быть полезно. Это первое. И второе. Молоко должно быть близкое генетически, желательно от своего вида. То есть, если вы лосёнок, то употребляйте лосиное молоко. Если вы коровёнок, то употребляйте коровье. Если козлёночек, пожалуйста, козье молоко. Китёнок китовое молоко пьёт. Ну, естественно, детки обезьянок пьют молоко обезьянок. Ну, про людей что говорить, понятно, да? Вот когда происходит замена, то в этом случае уже много чего вносится, того, что не является вашему виду близким. И много что не добавляется, то, что является близким вашему виду. Поэтому если вы употребляете какие-то обезличенные добавки, заменители молока, то в этом случае вы, в общем-то, так сказать, не очень хорошо поступаете своим ребёнком. А если вы начинаете тоже кормить, к примеру, молоком козьим или коровьим, или каким-то другим, ну да, что-то поставлять будете, но вы будете добавлять от коровы и от козы и от чего-то другого. И что-то от себя не будете добавлять. Ведь не просто, как говорится, впитал с молоком матери. Вот есть же такая поговорка? Опять же, русский язык великий, мудрый. Если впитывать что-то с молоком матери, так это означает, что что-то он даёт, вернее, что-то ребёнок получает из молока. Представляете, вы впитываете козье молоко или коровье молоко, или там какое-нибудь пальмовое масло, к примеру. Ну что хорошего здесь получается? Что вы там из него получите? Ну а когда уже совсем зубки поменялись, ну тогда молочных нет, уже, наверное, молоко употреблять смысла нет. Ну это как-то моё такое добавление. Спасибо. Итак, у нас остался последний вопрос. Мария Х. Вопрос в эфир. У ребёнка от клюквы, заваренной кипятком, резко поднялась температура. Почему это произошло? Благодарю за ответ. Ну, кипяток поднимает активность веществ. А клюква, она может, клюква сама по себе обладает противовирусными свойствами, противовоспалительными. Возможно, приём клюквы таким образом он простимулировал деятельность иммунной системы. Если бы у него, у малыша, при этом были какие-то болезни и мочеиспускания, тогда можно было говорить о том, что у него есть проблемы с печенью и идёт осаждение солей, щавелевой кислоты. То есть образуется эксалат, и вот эти эксалаты в виде песка выходят и создают болезненные ощущения в области мочевого пузыря, и тогда могла подняться температура из-за ситуации по печени и поджелудочной железой. А так, если просто попил, проблем с печенью нет, с мочеиспусканием не болит, то, скорее всего, произошла стимуляция иммунной системы. Иммунная система так среагировала на наличие в организме какой-то инфекции. Вот я думаю так. Хорошо. Ну что же, все вопросы, поступившие в чат наш, из чата Народнославянского радио и из чата Ютуба мы озвучили, и ты дал на них ответы. Теперь можно переходить уже к самой-самой заключительной части нашей сегодняшней передачи. Пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям. Вам благодарю за предоставленную возможность. Это всегда наиболее волнительная часть эфира, чтобы такое что-нибудь сказануть, хорошее, приятное, чтобы как-то настроить людей, приободрить. И, собственно говоря, всегда стараюсь говорить то, что есть на душе, на сердце в данный момент. Ну, что хочу пожелать? Хочу пожелать побольше каждому из нас обретать знаний, не просто информации, а знания. Потому что разница между информацией и знанием в том, что знание — это информация, которую мы применяем на практике. И также советую всем не заниматься собирательством лишней информации. Она просто будет засорять наше информационное поле, нашу голову, память и так далее. Желаю всем приобретать как можно больше знаний, полезных для жизни каждого человека. И использовать эти знания во благо себя, во благо своей семьи, во благо народа, во благо державы. И хотел бы всё-таки сподвигнуть или предложить тем, кто всё-таки радеет за русский мир, за жизнь русского человека, более активно проявлять себя в том плане, хотя бы обмениваться знаниями, именно знаниями, не информацией. Помогать, расширять, скажем так, и сферу вмещания и народного славянского радио, привлекать больше людей к эфирам, к участию в эфирах. Потому что я считаю, что все эти лекции, кого приглашает Алексей, ну, не про себя, так говорю, вообще все очень интересные и несут, прежде всего, возможность задуматься. Задуматься над происходящим вокруг человека, над происходящим внутри человека, в его голове, с его мыслями, с сознанием, то, что в мире вокруг происходит. И считаю всё-таки, что одна из наших основных задач вот как русских людей, это быть сплочёнными, стать едиными. И когда мы будем сплочены, едины, то и жизнь наша преобразится, и жизнь наша станет радостной, и жизнь наша станет, скажем так, обнадёживающей, приободряющей. Мы будем знать, что будет дальше, что будет завтра. Почему? Потому что в любом случае мы будем понимать, что рядом с нами есть дружи, и не один, немного, и на которого мы сможем опереться. А ведь как хорошо было бы, если вот, допустим, идёшь просто на улице и видишь, что впереди тебе есть русский человек, ты его видишь, и ты знаешь, что этот русский человек, обратись ты к нему, завсегда тебе поможет. Но, к сожалению, сейчас у нас не совсем так. К сожалению, сейчас мы разобщены, а было бы вообще просто, конечно, было бы так радостно, если бы можно было просто так подойти к человеку на улице, одному с тобой крови, одной к тобой крови, и поговорить с ним по душам, обратиться с просьбой, как-то попросить его помочь, если он чем-то может тебе помочь в этой трудной ситуации, и чтобы было единство. Понятно, вот мы, допустим, здесь с Алексеем в данный момент рассказываем там о медицине, о каких-то вещах, кто-то рассказывает о других вещах, и всё это направлено на то, чтобы поймёло того, что дать информацию, но дать понять людям, что у нас есть что-то общее, что между нами есть общность, целостность, что мы можем быть едиными через различные проявления области жизни. Да, мы, конечно, можем дискутировать, можем выяснять, кто-то что-то, но хорошо было бы, чтобы каждый из нас зрел в корень и осознавал себя русским человеком, и всё-таки было осознание внутри каждого, что русский, помоги русскому. Это было бы, конечно, хорошо, где бы ты ни был, в какой стране, в какой державе, в каких обстоятельствах, но нам нужно очень обрести сплочённость, единство. Вот это, наверное, есть моя мечта такая, когда, вот, допустим, просто идёшь даже по улице, по городу, по любому городу на территории нашей державы и чувствуешь единство. Вот. Это, наверное, было бы то состояние, когда бы я мог сказать, что теперь я просто рад за нашу державу. Ну, уверен, что нашими общими потугами, усилением, мы придём к этому. Ну, вот, наверное, всё, Алексей. Благодарю тебя за добрые слова, за хорошие напутствия, пожелания. На самом деле у нас очень много разных сказителей приходит, и те, которые здравомыслием обладают, и те, которые, может быть, где-то чуть-чуть до здравомыслия не дотягивают. Может быть, здравомыслящий человек, но он не всегда умеет правильно выразить свою мысль, не может правильно донести. Но такого опыта у него нет. Например, бывают люди, которые пишут хорошо книги, но вот в живой беседе не очень хорошо умеют говорить. И не всегда они сразу говорят то, что нужно сказать. А вопросы-то, да, у нас поднимаются разные и достаточно интересные. Часто такие, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, которые на первый взгляд кажутся несколько неправильными с точки зрения славянского мира. И очень часто это зависит, вернее, очень часто зависит правильность донесения от самого сказителя, о чём я говорил. Если у сказителей нет опыта, то и донести бывает не получается, и наоборот даже вызвать какую-то волну отторжения. Недавние эфиры это показали некоторые, когда сказитель не самого главного начал, и так оказалось, что как будто бы он говорил нечто про другое. Но все мы люди, сильные человеки, я просто что хочу сказать, что эфиры, которые получают, например, в Ютубе процентов 20 минусов от общего количества плюсов, например, если 100 плюсов и 20 минусов, то в этом случае я эфир такой снимаю. Значит, видимо, сказитель что-то не так донёс, или сама тема была какая-то неправильная. Вот. Это первое. Второе. Если вы хотите разобраться в чём-то, то надо понимать, что иногда сказитель, опять же, не умея что-то доносить, может говорить очень правильные слова, но при этом он не очень точно их выражает. Поэтому надо, мне кажется, прежде чем делать окончательные выводы, дослушать и понять, а что же всё-таки хотел сказать начальник транспортного цеха. Вот. И третье. Не надо никогда ассоциировать народное славянское радио как рупор, через который кто-то вещает с тем, кто через него вещает. Потому что мы не просто так говорим. Не всегда слова, сказанные на народном славянском радио каким-то человеком совпадают с точки зрения народного славянского радио с коллективом народного славянского радио. Вот это надо себе делать. То есть не ассоциируйте нас со сказителями. Мы предоставляем возможность сказителю что-то рассказать. И бывает так, что до того, как он вышел в эфир, он говорил вот так понятно, доходчиво и ясно. Вот. И говорил такие хорошие правильные слова. А в эфире как-то его могло занести, понести. И он начал говорить что-то не то, что хотел, не так, как хотел. И слова там не клеились у него, и мысли не рождались. И поэтому получился какой-то скомканный, сумбурный эфир. В конечном итоге мысль до конца не выражена. Естественно, мы как можем помогаем, чтобы тема была раскрыта, но опять же мы не можем нести полной ответственности за слова другого человека. Не ассоциируйте нас с теми, кто у нас выступает. Мы предоставляем только площадку для того, чтобы для вас что-то донести. А дальше уже давайте разбираться. А правду сказал он или неправду? А правильно он сказал или неправильно? Сумел ли он раскрыть тему или не сумел? А если сумел, то как? А просто ставить клеймо на нас или на том или на другом, на третьем, на десятом, наверное, это не совсем правильно. Сначала надо во всем разобраться. Вот я это все долго говорил и говорил только для одного, чтобы сказать вам. Желаю вам всем здравомыслия. Напоминаю, по одному из современных календарей 6 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных 16 дней месяца ветров 7525 лета неделя практика применения полифитоконцентрата радуга-3 и экстракта феникс-4 при оздоровлении человека при онкологии. Вот такой у нас был эфир. Автор-сказитель Захар Билинский Ари Рад. Низкий поклон тебе в очередной раз за то, что ты потратил столько энергии и сил и времени на то, чтобы донести что-то важное и полезное, на мой взгляд. Вам, друзья, тоже низкий поклон за то, что вы задавали очень интересные вопросы по теме, где-то, может быть, даже рядом с темой, помогая сделать ее более насыщенной и более верно раскрыть. На 7 я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народный Славянский Радио Алексей Орлов, Захар Билинский Ари Рад. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин